друзья всех приветствую на моем канале в этом уроке мы поговорим про переменные фотошопе то есть один из методов автоматизации где мы используем не операции не пакетную обработку не ход кейбард а именно в фотошопе переменные благо эта функция здесь есть и так например у нас есть вот такое вот изображение на прозрачном фоне где name мы хотим разные имена вставить и сохранить это как картинку да и чтобы это самому вручную не вбивать есть автоматический метод переменные ну и собственно вот у нас текст называется name слой и давайте в блокноте подготовим наши переменные я переключаю на английский язык и пишу name и дальше все имена которые будут в картинке по одному например у нас есть определенное количество имен их может быть хоть 1000 без разницы сейчас вот на примере вот такого количества давайте нажимаем файл сохранить как и любым названием например дата сохраняем давайте скрываем наш блокнот далее в фотошопе нажимаем изображение переменные определить появляется такое окно где мы нажимаем определить слой выбираем name замена текста name и далее просто нажимаем ok в принципе здесь все само поставилось давайте изображение переменные наборы данных теперь у нас есть набор данных name здесь мы можем нажать вот эту кнопку и у нас появится вот набор данных далее нам необходимо сделать импорт здесь мы обязательно выбираем unicode utf-8 а то будут иероглифы вместо русских символов нажимаем выбрать файл дата нажимаем ok ok мы применили далее нам остается сделать экспорт для этого нажимаем файл экспортировать набор данных как файлы и здесь выбираем папку допустим на рабочем столе новая папка ok вот сюда выбор папки к сожалению изначально здесь формат только psd никакой другой поставить нельзя поэтому сейчас покажу как потом в png очень быстро это переделать нажимаем ok готово давайте посмотрим что у нас получилось вот наши файлы все имена вставились смотрите как очень удобно быстро переходим photoshop и давайте перенесем psd картинку как новый файл и здесь мы просто нажимаем все удалить но создаем новый слой изначально потому что он не дает удалить через shift я выделил все нажимаю delete далее вот эти вот все файлики я просто переношу вот сюда в центр и нажимаю enter столько количества раз сколько файлов далее через shift я выбираю все и нажимаю правой кнопкой мыши быстрый экспорт в png 8 у вас может стоять 16 зависимости от настроек настройки у нас control k и здесь есть экспорт и у меня стоит вот файл меньшего размера поэтому 8 бит но можно еще сделать экспортировать как но я рекомендую быстрый экспорт в png щелкнуть и допустим в новой папке создаем еще новую папку нажимаем выбор ожидаем какое-то время переходим и видим то что все наши файлы с прозрачностью экспортировались все очень быстро круто также у меня есть еще видео по автоматизации сейчас вы их увидите если вам понравилось видео обязательно ставьте лайк напишите комментарий вы поможете так поддержать мой канал с вами был артем майко всего доброго всем пока